Микс Ньюс Директор госцентра содержания образования Гунтер Сатлакс у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. В этом году стартует реформа содержания школьного образования школа 2030 или 2030. Ждем мы с нетерпением уже несколько лет. Несколько лет уже обсуждаем. И вот уже начало. Готовы ли мы, готовы ли школы, готовы ли педагоги и готовы ли вы к началу? Я отвечу как бы с шуткой, потому что, как и Рига, я думаю, образование и школы никогда не будут полностью готовы, потому что, если мы все готовы, тогда развитие оканчивается. Но, разумеется, вы правы, что дискуссии развития нового содержания продолжаются уже третий год. Мы начали в 2017 году. Сейчас у нас готовы стандарты по основному образованию и дошкольному образованию. Мы сейчас еще в финальной стадии, чтобы подтвердить в Кабинете Министров стандарт в среднем образовании. Это будет произойти этим летом. Но, в принципе, новое содержание начинается действительно не в этом году, но в следующем году, то есть 1 сентября 2020 года, начинается введение нового содержания в основном образовании и в среднем образовании. В дошкольном образовании действительно это уже с этого сентября. То есть, то, что касается детских садов и всех детей с полтора года до шести лет, то есть новое содержание уже вводится в этом сентябре. В описании этой реформы нового содержания образования говорится, что развиваются навыки как критическое мышление, работа с информацией и разными медиа, способность к сотрудничеству и работе в команде, цифровая грамотность. Все эти приобретения – это важнее знаний, получается, что сейчас все-таки идет переход на навык поиска какой-то информации, чем на запоминание и изобрение, как мы видим. Программ учебных пособий, методологии, чтобы действительно эти сквозные компетенции были связаны с знаниями. То есть, это не одно или другое, но это то, что знания, которые продолжаются и которые можно употреблять в жизни, они зависят от того, как вы можете эти знания использовать с помощью этих сквозных компетенций или навыков. – Но вот вы уже упомянули методические документы, учебники в том числе. Я правильно понимаю, что они тоже разрабатываются сейчас новые? – Да. – И на какой стадии, может быть, уже? – Да. Не во всех предметах, скажем так, полностью, потому что у нас есть уже развитые очень хорошие учебные пособия по многим, если со знанием, например, и математикой. То есть, есть предметные ареалы, где больше нужда новых учебников, новых пособий есть, где они уже сейчас очень хорошо разработаны и успешно употребляются. Но, действительно, мы разрабатываем в проекте тоже новые учебные материалы, дигитальные, они будут всем доступны в особой платформе. Уже там сейчас есть учебные материалы для дошкольного образования, которые вводятся в этом сентябре. Но и по всем семи учебных ареалах, скажем так, у нас будут тоже новые учебные материалы и новые методические пособия. – Но это не революция, нет такого, что сегодня, значит, все, что было раньше… – Нет. Действительно, я хотел бы успокоить людей, это не революция, это эволюция, конечно. – Но вы идете больше в сторону виртуальных, дигитальных материалов. – Да, неизбежно. Но мы живем в виртуальной среде, и, конечно, бумажный формат все еще используется, издатели его управляют, но, разумеется, гораздо эффективнее. Это зависит, конечно, от обеспечения школ, скажем так, компьютером и интернетом и тому подобное. Но, конечно, развитие и это направление на дигитальное, это везде в мире, и мы тоже делаем то же самое. – Просто очень многие ученики, я знаю, долгие годы, даже с тех пор, как я учился в школе, это уже какое-то время назад, жалуются на то, что учебники, которые нужно носить в школу, превышают вес, который… – Разумеется. Но планшет, если у каждого был бы планшет, который насыщен всем материалом, который нужен, тогда, я думаю, это не очень сложно. – А вообще предполагается в будущем, не знаю, может, через 5 лет, возможно, через 10 лет, все-таки форма называется 20-30, соответственно, время еще есть, предполагается, что ученикам будут выдаваться эти планшеты в школе? – Нет, таких планов у нас нет, зависит, конечно, от того, какой будет новый период структурных фондов, который начинается с 2023 года, если не изменяюсь там. Мы, когда разрабатываем сейчас, как бы сказать, эти приоритеты государственного развития, который большой документ для 7 лет, который обеспечивает, скажем так, все, что мы хочем делать в образовании в следующей периоде структурных фондов, там мы действительно сейчас писали разные технологические средства для школ, в том числе и планшеты, и компьютерные классы, потому что компьютерные классы тоже надо все время как бы заново улучшить, они очень быстро устареют. Так что мы там планируем больше средств, материальных ресурсов для школ, в том числе и дигитальных ресурсов, и обеспечения компьютерными ресурсами. Но если это случится, я не знаю, это зависит от финансов и от больших политических решений о приоритетах. – Мы знаем, что система здоровья дала сбой и не оправдала себя в плане использования. Вы не боитесь, не опасаетесь? Возможно, на этих ошибках как-то посмотрите, это все-таки дигитализация, она связана с некоторыми рисками, что что-то может зависать, что-то может не открываться, что-то может, доступа может не быть у кого-то. – Да, но потому мы и не делаем такие радикальные шаги, как это было в здравоохранении, где вся система переводится, скажем так, на эту интерактивную и дигитальную платформу, у нас такого нет. Конечно, школы в том числе, школы в разных местах, они, конечно, принадлежатся самоуправлениями, они основатели школы, они обеспечивают школу всем необходимым. Так что у нас нет такой одной платформы, от чего все бы зависело. Так что тут таких рисков нет. Конечно, есть разные системы, разные подходы, но нет такого монопольного, какого-то платформы, от чего все бы зависело в образовании. – Еще одна, не проблема, а препятствие, о котором многие говорят, о том, что учителя, их, во-первых, не хватает, а во-вторых, им нужно будет опять перестраиваться. Конечно, вы говорите о том, что это не революция, но тем не менее достаточно значимые изменения в их привычном процессе. Предполагаются ли какие-то мероприятия, направленные на обучение и ознакомление учителей с новой программой, вот с программой 2030? – Да, разумеется, конечно. Это, в принципе, обучение учителей или их профессиональное развитие – одна из самых больших активностей в проекте «Школа 2030». Разные курсы и работа и с руководителями школ, и с учителями разных сфер образования, она проводится уже более два года. То есть у нас в курсах, в общем числе, в течение пяти лет планируется, что мы будем обучать, я не скажу переобучать, но помогать учителям познакомиться с новым содержанием. Подходом более 13 тысяч работающих учителей – это примерно половина всего учительского количества, которое у нас есть. Я бы сказал, что такой масштаб беспрецедентный в мире. Я не знаю никакого другого примера, где с введением нового стандарта или нового содержания было достигнуто такое большое число работающих профессионалов в образовательной системе. Так что тут мы сделали больше, чем любая другая страна уже в мире когда-либо делала с введением новых стандартов. Мы будем продолжать это. Ну и если посмотреть на людей, которые являются основными авторами программы 2030, там среди них фигурирует Зана Олани, которая также известна как одна из преподавательниц в программе «СПМ-эмиссия». Да. Я правильно понимаю, что идет также какое-то сотрудничество с этой программой или это две разные истории? Нет, неформально, но сотрудничество есть, конечно. Эта инициатива уже давно в Латвии, мы хорошо их знаем, и это, я думаю, очень-очень хороший проект, который позволяет новых людей влечить в систему образования. Так что мы, конечно, сотрудничаем с ними, и подход, и, скажем так, философия, как нужно произойти обучение у нас очень совпадает. Так что тут нет противоречий, но они, конечно, не часть проекта. То есть это что-то другое, они не директно связаны с разработкой новых стандартов или новых учебников. Это параллельно, да. Поясним нашим радиослушателям проект, о котором Артем сказал. Это проект, во время которого люди, у которых есть какая-то профессия, в течение года или двух они получают образование педагога и имеют право работать с детьми и свои навыки, знания передавать дальше. Напомню, телефон на прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, директор госцентра содержания и образования Гунтер Саттлакс у нас в студии, так что можете задавать свои вопросы, если такие у вас есть. Про педагогов говоря, вы с ними так плотно сотрудничаете, вот прямое взаимодействие у вас с ними, прислушиваетесь ли вы к ним, если они говорят о том, что здесь есть недочет, здесь, возможно, надо что-то исправить, или вы все-таки лучше знаете? Нет, 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 конечно, этот проект очень, как бы сказать, демократичен по своему сути. Первый раз новое содержание разрабатывалось не только группой экспертов, скажем так, но у нас было вовлечено более 300 работающих педагогов в разработке нового содержания и в основной школе, и в средней школе. Количество тех, которые хотели работать в этих рабочих группах было в два раза больше, то есть был очень-очень большой отзыв, скажем так, с педагогической стороны. И, конечно, мы тоже консультируем, с этой весной мы проводили очень большой массивный консультативный период по содержанию в среднем образовании, то мы получили отзывы более 900 работающих педагогов, которые комментировали и содержание стандарта, и терминологии, и разные вещи, которые в новом содержании, так что мы очень-очень прислушиваемся к тому, что говорят педагоги. Но, с другой стороны, надо учитывать тоже и мнение экспертов, и высшего образования, конечно, то есть людей с разных сторон, чтобы понимать. Нельзя просто полагаться на то, что говорят учителя, они работают, скажем так, с реальными людьми, они знают реальную ситуацию, но нужно давать, конечно, и перспективу, которая исходит чуть-чуть свыше, скажем так, и со стороны, чтобы дать новый мотив и новый импетус для образования. Вот про мотивацию. Как раз сейчас, буквально вчера и сегодня тоже уже педагоги выступили с некоторыми заявлениями, идет эта борьба за повышение на 40 евро. Казалось бы, ну, это не такие большие деньги, за которые надо так бороться, и вот прям там пикеты устраивать и прочее. Как вы прокомментируете? Это нормальный демократический процесс, конечно, для того и существуют организации, которые защищают права педагогов. Разумеется, зарплаты у педагогов очень различные, я бы сказал так. Мы всегда говорим об этих 710 или 750 евро, но понимаем то, что практически очень мало людей реально получают эти деньги, они получают гораздо больше или существенно меньше. У нас очень-очень большая неравненность. скажем так, в сфере оплаты педагогического труда. Так что система, конечно, очень-очень сложная и совершенно не лучшая сейчас, какая она есть, но это, разумеется, зависит от государственного бюджета и тех возможностей, которые есть в бюджете. Вы запускаете реформу с новым министром образования, начиналось все при господине Шадурске, а сейчас госпожа Шуплинска. Как с ней у вас диалог происходит? Поясню, что началось это уже во времена Мариты Сейлы, скажем так, кто это, третий министр образования, который сейчас... Я бы сказал, что, конечно, сотрудничество очень хорошее, но министр, как бы, педагог сама по себе и работала долгое время в высшем образовании, очень хорошо знает систему образования изнутри. И скажу, что она очень хорошо понимает и подход, то есть изменение подхода, компетентностный подход, и все идеи, которые педагогические с этой стороны, так что у нас нет противоречий. А нет ли в этом проблемы, что в Латвии вообще достаточно часто меняются министры образования? Если я правильно помню, за время второй независимости, то есть это около 30 лет, чуть меньше 30 лет, у нас уже было более 24 министров, мне кажется, уже 25 сейчас. Это, вам не кажется, слишком частые изменения в курсе? Ну, если смотреть со стороны Конституции, у нас выборы каждые 4 года, так что это объективные, скажем так, время действия любого правительства. Я думаю, что сейчас эти перемены не так часты, как это было, скажем так, в 90-е годы. Помним, тогда был период, когда у нас было практически новое правительство. Каждый год были такие времена. Сейчас стабильность, как бы, скажем так, более сопоставима с тем, что происходит в Западной Европе, в нормальных европейских странах. Так что процесс, он политический, но это нельзя исключить, что правительство приходит и уходит. Но я думаю, что этот период довольно нормальный, если смотреть в международной перспективе. Пишет нам в WhatsApp, учебный материал должен быть аккредитован Евросоюзом. А учебник или учебный материал Евросоюзом? Да. Нет. То есть мы сами по себе, ни с кем не согласовываем. Конечно, конечно. И еще один вопрос. Есть перспективы перехода на русский язык в учении в школах или институтах в результате демократических процессов в Латвии? Вот такой вопрос. Я не знаю, что имеется в виду, но нет, у меня нет такой информации. По поводу как раз языка, я знаю, я тоже общался со многими учителями дошкольных учреждений, и они говорят о том, что сейчас в стандарте, может быть, я неправильно их понял, поправьте меня, если я ошибаюсь, но сейчас в стандарте в конце дошкольного обучения, перед переходом в первый класс, дети должны уже на достаточно хорошем уровне говорить по-латышски. Верно? Да. Но при этом говорят они о том, что методические материалы для обучения латышскому языку детей, для которых латышский не является родным, есть только для 5-6-летнего возраста. Потому что этот возраст, поясню, во-первых, с 5 лет до школьного образования обязательно. То есть до 5 лет это выбор родителей, они посылают ребенка в детский сад или нет. Так что это необязательный период. Потому и вся основная, скажем так, масса всех материалов, конечно, они, во-первых, предназначены для 5-6-летнего возраста, то есть 2 дошкольных лет образования, но есть и много материалов для раннего возраста. Я бы, по крайней мере, рекомендовал смотреть тоже все учебные материалы, которые доступны в Латвии Шволово-Садентуру. В их ресурсах и материалах там очень-очень много. И нужно тоже посмотреть новые дигитальные материалы, которые мы разрабатываем для проекта, который сейчас опубликован из Школы 20-30 для дошкольного образования. Там с полтора года до шести лет. Но в целом, вот вы говорите, что с 5 лет обязательно обучение. Хватает ли двух лет для ребенка, чтобы на хорошем, на достаточном уровне знать латышский язык, если это для него не родной язык, он никогда на нем раньше не говорил? Ну, конечно, не все будут на одном и том же уровне. Конечно, вспомним, что и основное образование можно получить не только на латышском языке, но будут возможно получить и на русском или билингвальном языке. То есть с первого до шестого класса в будущем по новому стандарту есть возможность билингвального образования, где 50% на латышском, 50% на родном языке. Это сама школа выбирает? Да, конечно, конечно, это не меньше 50% от всего процесса должно происходить на государственном языке с первого по шестому классу. Но в основном это значит, что школа выбирает, какие предметы и как это организовать в их местности. Так что это не обязательно всех детей посылать только на латышскую школу. Эта возможность сохраняется. Но вы правы, что требования дошкольного образования в смысле языка таковы, что все дети должны быть более-менее на равных условиях. То есть если хочется, можно идти полностью в латышскую школу, если хочется, можно идти и на билингвальное образование. А вы поддерживаете перевод дошкольных учебных заведений на латышский язык полностью? Полностью нет. По педагогическим, в смысле педагогики, потому что, конечно, как вы говорите, люди, ребенок приходит из фамилии. И, конечно, мы не знаем ту ситуацию языковую, которая в фамилии. Так что дошкольном образовании, конечно, нужно работать с детьми такими, какими они есть. И, конечно, это вопрос педагогики и искусства преподавателя, чтобы получить и улучшить это знание языка в процессе игрового занятия. Вспомним, что дошкольном образовании нет стандарта. Это направляющий просто, он очень открыт и эластичен. Там нет уроков. Там, в принципе, вся методика происходит из учебно-игровых занятий, которые производятся в течение дня. И требование, конечно, 5-6 лет, то, что каждый день они тренируются, обучаются в использовании латвического языка тоже. Вы сказали, что будет 50% до 6 класса, возможность такая. Да, не меньше 50%. После 6 класса полностью на государственном языке? Нет, с 7 по 9 класс, то есть основное образование, там пропорции, которые сейчас определены в законе и в стандарте, это 80% на государственном языке, 20% на родном языке. Это останется? Это останется, да. Будете ли вы, все равно эти перемены происходят, будете ли вы отслеживать вот эту тенденцию, как, например, какой уровень знаний и результаты экзаменов, например, в первый год после того, как будут введены новые стандарты, в том числе и обучение на государственном языке и по прошествии там года, двух, трех? Да, конечно, мы каждый год это делаем, но напомню, что новые экзамены, то есть по окончанию 9 и 12 класса, которые будут сдаваться по новому стандарту, это только весной 23 года. То есть у нас введение постепенное, это три года период, когда разные группы классов переводятся на новые содержания. Так что у нас есть время и подготовиться, и, скажем так, тренироваться новому содержанию. Но, конечно, мы будем смотреть на экзаменационные результаты. Мы делаем это и сейчас, и мы сравниваем их и в школах нацменьшинств, которые работают по билингвальной программе и государственной программе. Но я скажу, в общем смысле, скажем так, по результатам 12 класса мы уже много лет, скажем так, более 4 года, мы не видим никакой отличия в зависимости от того, что школа реализует программу нацменьшинств или латерическую программу. Мы не видим статистической разницы, скажем так, в результатах экзаменов. Но успешность программы 2030 вы в том числе будете оценивать по результатам экзаменов? То есть они в плане должны вырасти? Ну, не только, но экзамены будут различные, то есть они будут отличаться от того, что мы делаем сейчас, конечно. Что новое будет? В смысле, что другие навыки и другие задания будут даваться более комплексные, более ориентированные на логическое и критическое мышление. То есть не только знание, скажем так, способность произвести запомненную информацию, скажем так, но как-то работать, решить проблему, используя разные знания и информационные средства. Но это все равно будет, сидя за партой, заполняя бумаги, или это может быть, не знаю, игра по ориентированию в лесу? Я надеюсь, что неизбежно в будущем мы будем это делать различные методы, не только бумагой, но бумага останется, я думаю, долгое время, потому что, скажем так, в языковых экзаменах вы не можете работать только с компьютером. Но есть части, которые можно, скажем так, компьютеризировать очень-очень быстро, но это в основном как раз те задания, которые напоминают стандартизованный тест. То есть если мы хочем, чтобы и экзамен проверял более навыков и более способность и мыслить и решать проблемы, конечно, тогда надо думать о других формах, как это проверять. Ну вот сейчас один из главных навыков, который считается нужным и полезным для молодого поколения, если можно так выразиться, это умение работать с информацией, умение работать с компьютером, с интернетом, и учитывая, что там, скажем, в экзаменах по физике или по математике разрешено использовать листы с формулами, планируете ли вы дать возможность ученикам также пользоваться возможностями интернета? Естественно, без связи друг с другом, какие-то возможности ограниченные, но в целом пользоваться интернетом для решения задачи, потому что в реальной жизни это возможно. Да, да, да. Я скажу, что в принципе да, я не могу сейчас говорить о деталях, мы уже несколько лет работаем и пилотируем очень успешно с компанией Уздовум и ЛВ, есть такая, которая специализируется на дигитальные решения в смысле экзаменов и задач. У нас несколько диагностических работ и по естественному знанию, и по математике, которыми очень успешно пилотировали и в 6-х и 10-х классах, когда задание решается, используем интернет, разумеется, но на прямой связи. То есть задание интерактивно получает, как вы решаете это в интернете с вашим компьютером. Конечно, сложно с тем, что обеспечить всех сдающих экзаменов с хорошей связью и компьютерами в одно и то же время, это мы говорим о 16-17 тысяч людей одновременно в то же самое время. Это, конечно, ну я не знаю, проблемы или нет, но это, конечно, связано с очень большими рисками. Ну вот Центральная избирательная комиссия показала нам, что это может быть проблемы, когда много... Конечно, вы знаете это, да. То есть частично экзамены онлайн это то, к чему... Я думаю, что это очень близкое будущее. Если вообще про экзамены говорить, мы затронули эту тему, с каждым годом плюс-минус, ну вот последние несколько лет, этот уровень один и тот же, какие... Вот есть четыре экзамена обязательные, три, которые установлены, один по выбору. Плюс дополнительно может ученик выбрать хоть до десяти. Да. Такого, наверное, еще не было. Нет. А какой самый популярный вот этот... Выборочный экзамен. Вы знаете, это чуть-чуть меняется с года, но в принципе это, если не говорить о языках, которые разные, конечно, языки популярные, там есть выбор, но это история. Это история. Это довольно системная, как бы, ситуация, да. Уже повторяется много лет. Я не хочу сказать, что экзамен по истории наиболее легкий. Может быть, это просто, что люди очень интересуются историей больше, чем физикой, скажем так, и химией или кому-то другому. Но очень много сдают, примерно 4, между 4 и 5 тысячами учеников в 12 классах сдают историю, как выборочный экзамен. Примерно полтора тысячи сдают биологию, например, там около тысячи физику, но это тот сравнительный показатель. А вот эту систему, где он три из три обязательных и один по выбору, планируется как-то менять? Да. Потому что сейчас во многих профессиях, во многих не профессиях, а университетах, достаточно латышского и английского, чтобы поступить, и не нужны дополнительные экзамены. Сейчас по изменениям этих регулирований, они должны иметь в виду все три обязательные экзамены при поступлении. Но новые модели среднего образования, конечно, меняют эту систему принципиально и существенно. То есть новое содержание в среднем образовании предразумевает, что люди будут обучаться на различных уровнях. То есть мы идем в систему, которая сравнима, скажем так, с той системой, которая используется и в английскоговорящих странах, и в Скандинавии, и в наших соседях в Эстонии, и в Финляндии, когда основные предметы все обучаются на уровне стандарта, то есть на уровне, общем уровне или оптимальном уровне. И тогда по выбору человек выбирает три предмета, которые будут обучаться в углубленном уровне, с гораздо большим количеством числов и уроков. То есть это значит, что будут, конечно, сохранены обязательные предметы, по которым должен сдаваться экзамен математика, латвический язык, иностранный язык, как и сейчас. Но можно будет сдавать в зависимости от того уровня, на каком вы обучались этому предмету. То есть будут калибрированы экзамены, уровень один и уровень два, например. То есть вот судьба математики, которую обсуждали, что зачем нам математики, если я хочу быть филологом, все равно математика... От математики не откажемся, потому что это всеобщее образование, и, наверное, без математики нехорошо было бы окончать среднюю школу, да. Но можно будет сдавать на том уровне, на котором мы обучались. То есть сейчас проблема с математиками, это такова, что экзамен как бы не годится ни для такого, ни для никого, потому что в профессиональных средних училищах они издают математику, скажем так, на 8-10%, у нас у них нет ни времени, ни возможности обучаться для первой, второй гимназии, уровень нашего экзамена очень легкий, скажем так. Так что это уровень, различный уровень экзаменов, которые можно сдавать, будут изменяться в будущем. Про результаты, если говорить, к сожалению, традиционно результаты в сельских школах значительно ниже, чем у выпускников городских школ, это тоже тенденция нескольких лет уже. Это проблема учеников или проблема учителей, которых нет в том числе, и мы знаем, что и оптимизируют школы активнее намного именно в сельской местности, не в крупных городах. Что вы скажете? Ваше мнение? Там, наверное, количество разных факторов. Конечно, вы правы, говоря о нехватке учителей. Разумеется, что качество учителей всегда решающий фактор, даже если это очень трудно измерить. Но понимаем тоже, что социально-экономические ситуации очень различны. Это тот фактор, который и ОСИД признает как решающий фактор, почему существуют эти территориальные различия, скажем так, в результатах обучения. В первую очередь они тоже думают, что это социально-экономические факторы, потому что школа не единственное место. В школе человек, ребенок проводит примерно третью часть дня. Это очень много зависит от мотивации и от того, что происходит в семье, фамилии. То есть то, что у него дома, как много книг, скажем так, или какие возможности получать другой опыт. И потому нельзя все только отдавать, скажем так, школе. Школа может дать очень большую часть вашего развития, но очень многое зависит от семьи и от того, что вы делаете в свободное время или до школы и после школы. Но и вспомним то, что в городских школах, если мы говорим о государственной гимназии, там есть отбор учеников. То есть, разумеется, если уже в седьмом классе или в десятом классе у вас есть конкурс на поступление в первую, вторую или третью гимназии, разумеется, это значит, что и состав учеников другой, чем в сельской малой школе. Но вот вы упомянули мотивацию, которая должна быть у учеников для того, чтобы посещать школу. Многие исследования говорят о том, что в первый класс дети идут, если их спросить, хотите ли выйти в школу, это больше 90%, и те, кто говорят, что не хотят, чаще всего дети, у которых есть старшие братья или сестры, которые уже получили опыт. А в 12 классе эти результаты очень низкие, буквально там не менее 10%. Есть ли какие-то планы вот в эту сторону, в более неформальную, может быть, часть школы, чтобы улучшить ее имидж в глазах детей? Да, да. Но это как раз мы касаемся тогда очень существенной части этой реформы, или даже основания этой реформы, это подход. Мы знаем, это не только в Латвии, и в многих странах примерно пятый, шестой класс, это тот уровень, когда у людей, скажем так, эта мотивация ухудшается. Кризис. И идет ниже и ниже. Не у всех, но большого количества, скажем так. Но это связано, разумеется, с том, что где-то, в принципе, первые три или даже четыре класса, процесс обучения и сейчас он такой, он более сравним с тем, что происходит в дошкольном образовании, он более эластичный и более ориентирован на ребенка, на ученика. С пятого по шестого класса у нас уже начинается очень много очень тяжелых, скажем так, предметов, с очень много информации, которую нужно запомнить. Это тот переход, о котором мы говорим, что это не количество информации, которой мы хотим насыщить ребенка и заставить его запомнить и репродюцировать все время, но это о том, чтобы сохранить эту естественную наклонность, чтобы узнать что-то новое, чтобы быть зенатками, то есть любознательными, естественно. Так что, если мы потеряем эту мотивацию, если у человека неинтересно, если он не понимает то, что ему учат, конечно, тогда мы не можем полагаться на хороший результат. Ну вот то, что вы сейчас говорите, это такая картина сразу рисуется в голове, что это класс у учителя, у которых индивидуальный подход, которые видят, что вот одному больше химия интересна, другому больше физика. Третьему биология, другому там литература и так далее. Насколько это возможно, когда, ну мы знаем, в каком состоянии учителя сейчас, что их не хватает, что это там 25, не знаю, есть ли сейчас 30 человек, ученики в классах, как рассмотреть это, где учителям тоже взять эту силу? Ну знаете, это тогда, есть школы, конечно, в основном Риге, я думаю, вы говорите, где очень много учеников, и это связано с тем, что тоже школы хотят, хочет много учеников, потому что финансирование, модель финансирования таков, что деньги как бы следует человеку, да. Но если посмотреть на систему в целом, и тогда мы касаемся больших таких политических вопросов, если посмотреть систему в целом, у нас в Латвии примерно один учитель на 8 учеников, статистика сногсшибательная, скажем так, да. Шикарная, да. Да, Латвия среди стран ОСИД и Евросоюза одна из тех стран, скажем так, мы рекордисты, то есть у нас больше учителей на одного ребенка, чем везде в мире. То есть учителей хватает? Да. По статистике, да. По статистике, да. У нас в то же время есть много переполненных школ, как вы говорите, в городах, в Риге в основном. И посмотрите на школу в сельской местности, где у вас, вы встретите классы, где 5-6 учеников в классе. В прошлом или в позапрошлом году была ситуация, когда одна девушка закончила сельскую школу, была выпускной. Да, такие ситуации довольно много. То есть это вопрос оптимизации? Это вопрос, извиняюсь, но это вопрос оптимизации, действительно. Надевайте наушники, примем звонок. Попрошу коротко его задать, чтобы успели мы ответить. Доброе утро. Доброе утро, Сергей Рига. Вопрос вашему гостю, точнее, несколько. Если вы решили поднять компетенцию и перевести население, так скажем, в вопрос цифровизации, то почему эту цифровизацию, в том числе, вы начинаете с фотошизации русскоязычных детских садов? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если вы поднимаете программу обучения 20-30, то почему ваших представителей не было на Вселатвийском родительском собрании? И как учтены выступления тех людей, которые там были? Значит, то, что касается переписи истории, на которой вы сделали акцент, то почему вы считаете, что советские граждане, которых, в принципе, истребляли все эти годы в нашем государстве, должны принять ту историю, которую вы сейчас написали? Всего доброго вам. Спасибо за звонок. Я думаю, там было не столько вопросов, как мнений. Мы очень много выступаем на разных собраниях, и не могу комментировать это собрание, которое человек говорил, не знаю, не был приглашен, нас не звали там. Говоря о латтическом языке, ну, просто нужно напомнить, что это одна из основных компетенций, которые у всех должно быть в этой стране, это государственный язык, и, разумеется, он также и часть образовательной реформы, улучшение владений латтическим языком. Вопрос по истории, не могу комментировать, у нас история не переписывается, она уже давно написана, и она развивается, и в новом содержании, скажем так, тоже с новым подходом изучения, обучения истории не связаны с каким-то текстом, который все должны запомнить и наизусть знать, но это как раз развитие критического мышления и возможности критически оценивать разные, разные, разные средства информации и те мнения, которые связаны с историей. То мероприятие, которое упомянуло наш слушателей, это, я несколько знаком с этим мероприятием, это форум родителей, куда были приглашены родители, в основном это люди, для которых латышский и неродной, или их детей, соответственно, которые были недовольны содержанием этой программы «Школа-2030». И поэтому, если мы уходим от языкового вопроса в целом, вы говорили о экспертах, о учителях, консультировались ли вы по поводу этой программы с родителями и, может быть, с учениками? Да, 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 очень хороший вопрос. Когда мы проводили эти дискуссии и консультации, я говорил о 900 учителях, которые дали свое мнение, у нас был и вопрос, скажем так, вопрос более чем консультации среди родителей и самих учеников. Это происходило в марте и апреле этого года, мы набрали очень большое количество ответов, не помню точно, но у нас было ответов более трех тысяч родителей и более пяти тысяч учеников. Этот опрос был связан как раз с основным образованием и средним образованием. И очень хорошие результаты, то есть и ученики, и родители в целом поддерживают этот новый подход, что нужно давать возможность ученику изучать углубленно те предметы или те сферы образования и содержания образования, где у него есть мотивации, интересы, где видят это будущее. То есть отход от, как бы сказать, социалистического равенства, что все должны изучать все тоже все 12 лет. То есть программу образования надо подстраивать под нужды ученика, а не оборот. То есть ученика под нужды программы образования. Ну а с латышским языком именно что говорили? Ведь все равно остается, возможно, да, большинство все-таки интегрируется, но есть действительно, ну наверняка будут то, о чем пишут там плачущие дети, плачущие над ними родители. Вы знаете, я не ухожу от вопроса. Я знаю, что есть это контроверсии, были и протесты, скажем так, немного численные, когда решались эти вопросы в прошлом году уже в законодательном уровне. Но я могу сказать о том, что мы видим и слышим со стороны школ и со стороны учеников. Напомню всем, что этот переход не происходит как бы в одном, в одно время. Он начинался уже в конце 90-х годов. И последние 4 года, я говорю о годах до 18-го года, когда мы перешли на эту новую модель, мы получаем централизованный экзамен, 12-й класс. И с 12-го года была возможность выбирать язык, на котором вы издаете экзамен в программу нацменшинств. Да. И статистика очень-очень говорится сама по себе. Если в 12-м году это было примерно пропорции 40% выбирали сдавать на латическом, 40% на родном языке экзамен централизованный, то в последнем году, это я говорю о 17-м году, весной 18-го года, когда был этот выбор, тогда эта пропорция была 94% издающих добровольно сдавали это на латическом языке. То есть я думаю, что с детьми или молодыми людьми все в порядке. Они понимают, что владеть латическим на том же уровне, как и все остальные. Если вы хотите жить в этой стране, работать здесь или в государстве, или в частном бизнесе, или везде, вы должны иметь очень хороший уровень латического языка. Это не значит потерять свой родной язык или владеть другим языком. Просто, насколько я понимаю, основные опасения связаны с тем, если очень коротко, что если изучать какие-то предметы, особенно в начальной школе, пусть это 50 на 50, но достаточно специфические предметы вроде естествознания или математики, если их изучать не на родном языке, то даже имея к ним способности, можно не так хорошо их изучить, не так глубоко в них... Это очень-очень сложный вопрос, и невозможно однозначно ответить на это. Это, конечно, зависит от того уровня и владения языком, который у этих детей есть. То есть это действительно надо решать на школьном уровне, какой предмет, на какой пропорции лучше обучаться, потому что обе цели очень важны. Это не значит, если вы хорошо овладеете физикой, но не будете владеть логическим языком, ну, вы будете ограничены. Если вы будете очень хорошо овладеть логическим языком, но ничего не понимать в физике, конечно, вы тоже будете ограничены. Это двое связанных вещей. У нас одна минута остается, но в WhatsApp нам написали озвучу. Не уверена, что наш гость может ответить на эти вопросы. Учителям очень трудно с непослушными подростками, они боятся им даже сделать замечания из-за угроз крутых родителей, порядки в школах превращаются в тюремные. Такая реплика. Почему запрещают русский язык в Латвии? Это же радикализм и экстремизм. Почему латышский язык не запрещали в СССР? Ну, я не знаю, можете ли вы ответить на эти вопросы. Ну, по трудным родителям я знаю, такие ситуации есть, конечно, больше и больше. И есть и трудные ученики, и больше встречаемся тоже с жалобами. И, скажем так, я бы хотел смотреть с позитивной стороны. То есть люди гораздо лучше развиты, чем это было в прошлые времена. То есть они знают свои права, и очень многие эти права и хочут использовать. То есть мы не живем в советское время, где все подчинялись указам сверху. И я это оцениваю позитивно в целом. Но есть, конечно, экстремальные ситуации, конфликты существуют. По языке я не могу ничего добавить. У нас государственный язык, латышский язык со временой независимости. Так что тут, я думаю, вопроса нет. Русский язык не запрещен. То есть мы говорим сейчас на русском языке и можем говорить на английском и любом языке, который мы хочем. Спасибо директору госцентра содержания и образования. Гунтер Сатлакс был у нас в гостях.